Здесь я нарушил традицию. Потому что обычно даю работу агротехнику на месяц. Но пока, скажем, мы соберемся 20 какого там числа, 25 мая, уже многие работы должны быть сделаны. Я захватил немножко конец мая и июнь. Вот препарат Альети, фосфатил алюминия. Этот препарат, он практически, когда дерево гибнет от гнили, если его полил раствором 2 грамма на литр и еще опрыснул, он спасает из мертвых. Он очень эффективно борется с гнилями. Если у человека ожидается, он видит по загрузке мощный урожай, он сохранил, обработав все и как надо, и он видит, что у него урожай очень хороший. Есть смысл применить Альети. Это тоже дорогое удовольствие, но оно очень хорошо работает. И когда мы сделаем все это, и когда, скажем, погода будет соответствовать, не будет продолжительности завски, когда орех сгорит, обработанный или не обработанный, он будет черным по-любому, как в прошлом году. Когда с 20 июня и до 12 октября, 96 дней, не было ни одного дождя. Вот это вот, что касается агротехники. Ну, естественно, как рассказывала Мария, что она была в одном саду, и там сорняки такие, как киктернка, и там растения подавлены, и даже больше. А она говорит, почему вы не дискуете, а киктернка этого не сказал. Значит, так Мария была? Да. Ну, вот видите. Поэтому почву надо держать в чистом состоянии. Во-первых, мы для посадки почву готовим, чтобы у меня не было сорняков. Значит, я сейчас отдаю слово проектантам. У нас в прошлый раз Ткаченко выступал первым, сейчас Дарин-то... Наоборот. А? Наоборот? Я перепутал, да? Пожалуйста. Без проблем. Послушаем проектантов. Я хочу сказать одно слово в адрес проектантов. В прошлый раз я об этом говорил. Я хочу сказать вам, надо поставить параллельно, потому что там еще есть материалы. Параллельно поставь. Другую. Там, с той стороны, есть узбепорт. Значит, у нас проблемы с приживаемостью саженцев и с садом где-то 99,9 по малым садам. Который садит 10, 15, 20, 100 саженцев. Он считает, что проектанта ему не надо, потому что бабушка садила без проектанта. Он идет вперед с открытой грудью. А у него там карбонаты. Или у него кислая почва. Или у него слетая почва. Очень много глинистых частиц. Или у него вода. Или соленая почва. И потом смотришь, проблем. Поэтому бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вы это знаете. И они мне не кумовья, не родственники. Это просто друзья, которые в процессе длительной эволюции мы подобрали людей, которым можно доверять. Которые профессионалы в своем деле. Потому что сегодня многие берутся за любую работу. Вот сегодня возьми человека, спроси. Значит, ты можешь подводной лодкой управлять? Ну, он думает, что кум где-то работал. Значит, он объяснит. Могу, потому что хорошая оплата. А самолет на самолет. Да, почти постараюсь могу. Никто не скажет, что я не могу. Потому что ему надо заработать. Надо заработать и кормить семью. И то же самое с проектантами. И то же самое с саженцами, с питомниками. Берутся люди для того, чтобы выжить. А что получается? Поэтому послушаем профессионала. Пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!